21 сентября правительство России заявило о временном, по их словам, ограничении экспорта бензина и дизельного топлива, якобы для того, чтобы стабилизировать цены внутри страны. Значит, ну, правительство не среагировало своевременно на вот эти изменения на мировом рынке. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, в котором говорится о том, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей. А также ранее для стабилизации ситуации на топливном рынке правительство увеличило нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу. Так а что же там все-таки происходит в России с их высококлассным бензином? За последнее время в России доисценивается рубль, национальная валюта, и в то же время росли цены на нефть в мире, и, соответственно, поднимались цены на нефть и на нефтепродукты оптовые в России. И купить оптом дороже, чем продать, или там впритык, цена может быть, и потом выйти на розничный рынок, на заправки, продавать это топливо. Правительство России умело делает вид, будто бы оно все контролирует, но ведь значительную прибыль они получают от экспорта этой же нефти и газа. Так насколько же все-таки это временное решение, как они говорят, или дело тут совсем в другом? Коллапсы в России неизбежны, просто потому что не все еще население понимает, что Россию обложили санкциями. Это гораздо хуже, чем внутренний запрет на экспорт. Вследствие санкций России совсем невыгодно экспортировать свою нефть, ведь на логистику и доставку этой же нефти они тратят гораздо больше, чем получают в итоге. Как следствие, валюта национально обесценивается. То, что мы сейчас видим, я думаю, что они в прошлом году просто искусственно держали свой рубль, а сейчас уже нет таких возможностей, потому что большие бюджеты идут как раз на войну, на терроризм против Украины. Санкции не дают продвигаться России и сотрудничать с другими перспективными странами. Так Россия думает, что если они будут развивать только внутреннюю торговлю и экономику, то для них и для народа ничего не изменится. Но вот уже сегодня перед Россией стоит выбор, либо уменьшить производство нефти и сделать бензин дешевле для населения, либо повысить цены, и бензин не будет являться дефицитным товаром. Людям сказали, простым гражданам, россиянам, что такое санкции. Вот Запад против нас обиделся и что-то не будет покупать, а мы будем продавать на внутреннем рынке. Ну пойдите продайте теперь. Это все как бы не работает рынки, начинает сипаться экономика. Пока власть России уверена в том, что все под контролем, санкции делают свое дело. Россияне и дальше могут верить сказкам своего правительства, пока не прочувствуют и не задумаются над тем, почему это происходит и что надо делать, чтобы это изменить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова